Время новостей. Меня зовут Желда Шукенова и прямо сейчас мы готовы вам показать то, на чем работала информационная служба телекомпании «Утрар». Кому доверили духовную столицу Казахстана? 99 лет вдохновения и любви к ученикам. След в горах и сердцах. Жизнь, посвященная Родине. До референдума, на котором казахстанцы решат, нужно ли строить атомную электростанцию в Казахстане, остается всего неделя. 6 октября граждане отдадут свой голос за или против строительства. При этом многие задаются вопросом, возможно ли решение энергодефицита возобновляемыми источниками электроэнергии. Моя коллега Анастасия Новикова искала ответ на этот вопрос. У казахстанцев есть всего неделя, чтобы решить будущее энергоотрасли страны. Эксперты же уверены, возобновляемые источники энергии не покроют энергодефицит. Ветер дует не всегда, а солнце светит не круглые сутки. Поэтому придется вводить маневренные мощности, чтобы балансировать эту разницу, что дорого и нецелесообразно. Безусловно, ВИА может служить дополнением к энергосистеме. ВИА нужны в тех регионах, в которых нет постоянного электричества, либо отдаленных каких-то районах. Но быть основным источником энергии ВИА не могут и ни в одной стране они такими не станут. В любом случае, нужна базовая генерация, стабильная на долгие годы. Но еще раз подчеркну, что срок службы ВИА, солнечной панели, либо ветра установки – это 10-12 лет, максимум 15 лет. Тогда как срок службы атомной электростанции – от 60 лет до века. Именно поэтому многие страны делают ставку на мирный атом. Сейчас порядка 10% потребляемой электроэнергии мы покупаем. А между тем, Казахстан развивается, и для этого необходима энергия. В Казахстане являемся проразительной стороной. Многие инвесторы сейчас вовлечены именно в экономику Казахстана. Так что в будущем будет определенная нехватка электроэнергии. И эту электроэнергию нам гарантию не дает то, что мы будем закупать у соседних стран. Может быть разные экономические ситуации. Уже через 35 лет Казахстан по международным договорам должен прекратить выбросы углекислого газа и закрыть угольные станции. При этом эффективность возобновляемых источников энергии намного ниже, чем мирного атома. В отличие от века других типов энергии, атомная электростанция работает с эффективностью 90%. Ни у одного другого типа энергии нет такой производительности, ну или эффективности, ничего можно сказать. Те же возобновляемые источники эффективны в диапазоне 20-40%. Угольная генерация, у нее эффективность достаточно высокая – 60-65%. Но мы уже сказали, мы уже понимаем, весь мир понимает, и мы вслед за ним, что от угольной генерации мы должны избавляться. Некоторые эксперты опасаются, что строительство атомной электростанции приведет к обмелению озера Балхаш. По словам министра водных ресурсов и ирригации, потребление воды для нужд АЭС не окажет значительного влияния на уровень водоема. Для охлаждения будет многократно использоваться одна и та же вода. Это также исключает сброс использованной воды в водоемы. Наше министерство будет вести постоянный мониторинг уровня озера и водопотребления на АЭС, в том числе путем внедрения приборов учета и сбора данных в информационно-аналитическом центре водных ресурсов. Референдум по вопросам строительства атомной электростанции пройдет уже в это воскресенье, 6 октября. Стиана Викова, Доран Абдзиев, Абзал Трабеков, информационная служба, телекомпания «Утрар». Сегодня отмечается Международный день пожилых людей. Накануне активисты Ассамблеи народа Казахстана города Шимкента поздравили ветеранов труда с этим важным праздником. В ходе специально организованного мероприятия нескольким пенсионерам были вручены благодарственные письма от Акимата города. Завершилось событие праздничной концертной программы. В преддверии Международного дня пожилых людей мы посетили библиотеку имени Пушкина, чтобы поздравить наших ветеранов, участников хора Славянского культурного объединения. Этот замечательный праздник отмечается по всей стране. Мы пришли выразить уважение и благодарность нашим старшим, которые всю свою жизнь трудились на благо общества и продолжают помогать воспитывать молодое поколение. А наш эфир продолжит дайджест основных событий страны. Спонсор новостей Казахстана на телеканале ОТРР. Международная медицинская лаборатория «Гемотест». С начала года полицейские выявили 43 интернет-ресурса с признаками суцидального характера. Об этом на брифинге в Астане сообщил официальный представитель ведомства Шингас Аликишев. Данные для блокировки подозрительных сайтов направлены в Министерство культуры и информации. Сейчас, как отмечает Шингас Аликишев, в казахстанских мессенджерах распространяется информация об опасных играх для детей и подростков. И хоть они не склоняют к самоубийству, но имеют риски романтизации, бегства и неповинности родителям. Это негативно сказывается на психике детей. С начала года среди несовершеннолетних в стране зарегистрировали 14 случаев суицида и его попыток. Чаще всего на такой шаг идут подростки в возрасте от 15 до 17 лет. И, как правило, под воздействием алкоголя. В одном случае попытку покончить с собой предпринял подросток в состоянии наркотического опьянения. Важно обсуждать с детьми безопасное поведение в сети интернет. Необходимо провести с ними соответствующую разъяснительную работу. Объясните им риски, связанные с общением в социальных сетях и онлайн-играх. Научите их не стесняться обращаться за помощью, если они столкнутся с чем-то тревожным или же пугающим. В КИСе опубликовали результаты опроса по вопросу строительства АЭС. Почти 73% опрошенных казахстанцев проголосовали за строительство АЭС. В опросе приняли участие 1200 человек из трех мегаполисов из 17 областей. Мнение против высказали 22% респондентов. Около 5% затруднились ответить. При этом почти половина опрошенных намерены участвовать в голосовании. Около 20% не планируют этого делать и еще примерно столько же не определились. Опрос проводился методом телефонного интервью с 13 по 26 сентября в Научно-исследовательской ассоциации Институт демократии. 4 миллиарда тенге выделили для модернизации торговых объектов в Казахстане. На эти средства обновят рынки, расширят торговые объекты, построят магазины у дома, а также разработают IT-программы в сфере торговли. Меры государственной поддержки, которые включают в себя субсидирование процентной ставки и гарантирование по кредитам не распространяются на города Астана, Алматы и Шымкент, а также на торгово-развлекательные центры. По условиям программы, сумма кредитов для субъекта внутренней торговли, реализующих проекты в областных центрах, не должна превышать 3 миллиардов тенге. Для субъекта внутренней торговли, реализующих проекты в МОНО и малых городах, сельских населенных пунктах, сумма кредита не превышает 1,5 миллиардов тенге. Уполномоченная по правам ребенка в Казахстане раскрыла шокирующие детали на своей странице в Facebook. Так, по ее словам, в сельской школе района Сарагаш дети и вопросники в анкетах пишут о буллинге, вымогательствах. В этой же школе весной мальчик совершил суицид. Также весной выявили беременность у 15-летней девочки в результате изнасилования. Хотя ранее оба ученика в своих рисунках, которые собирали психологи, сигнализировали о том, что им плохо. Однако должного внимания на это никто не обратил. Социальными работниками, опекой и ДН не отработали. В сельской школе района Толеби четверо детей из одного класса писали, что их бьют, в том числе палкой, что они подвергаются жестокому обращению дома. Однако выполномоченные органы психологи и администрация школы не сообщили, необходимую работу не провели. В школе Сайрамского района девочка совершила попытку суицида, но никакой дальнейшей работы, включая привлечение служб здравоохранения и психиатров не было. В результате все эти проблемы прежде всего мы продемонстрировали руководителю открытого в августе Центра психологической поддержки. В соответствии с принятым законом по обеспечению прав женщин и безопасности детей эти центры, работу которых мы сейчас настраиваем, открылись во всех областях. Центру Туркестанской области необходимо, чтобы они уже начинали работу с психологами школ, а Акимат ускорил организацию работы Центра. По словам омбудсмена, по двум фактам полиция возбуждает дела. Также Закиева считают, что Департамент качества образования должен привлечь к ответственности руководства школ за несообщение и отсутствие реагирования. По Центрам поддержки семьи, которые в соответствии с законом должны быть открыты в каждом районе. В целом сейчас в области функционируют четыре центра и до конца года будет открыто еще шесть. Порадовало, что в городе Туркестане и Сайрамском районе есть понимание и работа уже идет. Однако в районах Тулеби и Сарагашском нужно привести деятельность центров в соответствии с законом, начиная со взаимодействия с полицией, патронажными сестрами и до юридической формы. По второму направлению проверки системы защиты детства органов опеки и комиссии по делам несовершеннолетних и ИДН за Киева привела следующие примеры. В Туркестане ребенка с инвалидностью мама оставляла на рынке, заставляя просить милостыню. В Ленгере 10 детей живут в антисанитарных и опасных условиях. По словам соседей, мама злоупотребляла алкоголем. Органы опеки патронажа не посещали эту семью, хотя там четверо малолетних детей. Дети живут без света и еды в доме сыра. В Киелесском районе девочка, родившая ребенка в 13 лет в результате изнасилования, с начала года не ходит в школу. Заместитель директора школы, несмотря на осведомленность о ситуации, не принял никаких мер и не передал дело в комиссию по делам несовершеннолетних. По словам за Киевой, комиссия по делам несовершеннолетних не во всех районах исполняет свою функцию. Например, в Отерарском районе на учете полиции стоят 36 семей, но ни один случай не рассматривался на комиссии. Плана помощи и работы с семьей нет. В других районах в основном выписывают предупреждение без плана помощи и работе с семьей. Также омбудсмен добавила, что они посетили 82 учреждения, в том числе интернаты, спортивные учреждения, вечерние школы и другие. Из примеров. В специализированной школе-интернате искусств имени Б.Отепа на 200 детей 3 душа. И чтобы успеть принять душ, детям приходится вставать в 4 утра. И в целом недопустимые условия. Также в школе-интернате номер 6 основной средней школы Саранского района, в лице-интернате номер 4 имени Женибекова в Отерарском районе, в школе-интернате номер 57 имени Жангельдина в Келесском районе, в интернате имени Ерубаева условия проживания детей ужасные. За Киевой в ходе разговора ученики одного из этих интернатов рассказали, что они недоедают. После проверок дети писали ей, что в их учреждениях никогда не бывает туалетной бумаги и мыла. Их ставят только перед проверками, а после убирают. В МСУ для детей с особенными потребностями в Тосарыке, где живут в том числе дети-сироты и ОБПР, улучшилось качество реабилитации, создана правильная здоровье и развивающая среда после обучения в 2021 году центром КИНЕС. Однако, как выяснилось, в школе при МСУ детей обучают формально, хотя 90% из них с сохраненным интеллектом, что является прямым нарушением прав ребенка. Кроме того, омбудсмен отметил, что был выявлен ряд нарушений после проведения отдельного мониторинга столовых. Ясную погоду прогнозируют синоптики на большей части Казахстана. На юге страны возможны дожди с грозами. По данным КАЗ Гидромета, на западе и востоке утром усиление и туман днем. Чрезвычайная пожарная опасность сохраняется в Мангистаусской, Атраусской и Туркестанской областях. В столице солнечно, без осадков. Температура воздуха днем до 24 градусов тепла. Грипп, ковид и пневмония начинаются как обычная простуда, а лечатся по-разному. Поставить верный диагноз помогут анализы при простуде в гемотест. Грипп, ковид и пневмония начинаются как обычная простуда, а лечатся по-разному. Поставить верный диагноз помогут анализы при А мы продолжаем. В Туркестане назначен новый Аким Азимбек Пазалбекулы, который был представлен активу города главой региона Дарханом Сатыбалды. Перед новым руководителем стоят важные задачи, такие как развитие города, усиление его экономического и туристического потенциала, а также превращение Туркестана в духовный и культурный центр тюркского мира. В Туркестане новый Аким. Распоряжением обл. начальника по согласованию с администрацией президента и депутатами городского маслихата на должность Акима областного центра Туркестанской области назначили Азимбека Пазалбекулы. Но Ава Акима активу города представил Дархан Сатыбалды. Глава региона подчеркнул важные задачи, стоящие перед новым руководителем, такие как развитие города, повышение туристического и экономического потенциала, а также превращение Туркестана в центр тюркского мира. Необходимо превратить Туркестан в безопасный и процветающий город, создавая комфортные условия для его жителей и гостей. Основное внимание следует уделить развитию инвестиционного климата, обеспечению достойного уровня заработной платы, а также поддержке малого и среднего бизнеса. Туркестан, обладая уникальным туристическим потенциалом, должен стать привлекательным центром для туристов со всего мира. Для этого необходимо развивать инфраструктуру, создавать рабочие места и обеспечивать безопасную городскую среду. Главная цель – сделать Туркестан местом, где каждый чувствует себя защищенным и имеет все возможности для успешной и комфортной жизни. Азимбек Пазлбекулы имеют большой послужной список. В последние годы он занимал должность заместителя председателя комитета строительства и жилищно-коммунального хозяйства, Министерства индустрии и инфраструктурного развития. Благодарю за оказанное доверие и поддержку. Совместно с коллегами мы приложим все усилия для развития нашего города. Все поручения Акима и президента направлены на процветание города и страны. Наш общий успех зависит от слаженной работы каждого. Президент дал высокую оценку нашей деятельности. И мы обязаны продолжать еще больше энергии, оправдывая доверие и в нас я вклад в светлое будущее Туркестана и всей страны. Президент страны Касмажмар Тукаев уверен, на протяжении веков Туркестан был важным политическим центром и столицей нашего государства. Сакральный Туркестан является оплотом единства народа и целостности страны. Это накладывает особую ответственность на руководителей города. Наш народ по традиции называет Туркестан духовной столицей страны, однако его рули гораздо выше. Туркестан занимал особое место в нашей истории. С древних времен он выступал крокным торговым узлом на Великом Шелковом Пути, был духовно образовательным центром для всех братских народов. Здесь покоятся многие выдающиеся личности, оставившие значимый след в истории казахов. Можно сказать, что этот древний город хранит всю многогранную летопись нашего народа и является яркой путеводной звездой цивилизации Великой Степи. На протяжении веков Туркестан был важным политическим центром и столицей нашего государства. Здесь располагались ставки многих наших ханов, проведших бескрайними степными просторами. Отсюда врушили правосудие и призывали народ к единению нашей мудрой Бии. В этом году вступил в силу проект закона об особом статусе города Туркестан. Документ определяет правовые условия для формирования, развития и функционирования Туркестана как духовно-культурного и исторического центра Казахстана, а также признание его общегосударственной значимости. Принятие закона позволит сформировать эффективную систему управления и сохранения памятников и объектов историко-культурного значения города, в том числе расположенных в охранной зоне объекта всемирного наследия – мавзолея Худжи Ахмеда Ясауи. Кроме того, будет обеспечено планирование научных археологических исследований и научно-реставрационных работ на территории самого мавзолея. Законопроект также предусматривает сохранение и возрождение культурного наследия, развитие традиционного ремесленничества, развитие и продвижение города Туркестан как духовно-культурного, исторического и туристского центра. Сегодня 1 октября. Весь мир отмечает День пожилых людей. В честь этого шумкенские школьники подарили праздничное настроение постояльцам городского центра по оказанию специальной социальной помощи. Ярулэмбай Ментай поступил в центр прошлым летом. Благодаря регулярному уходу и лечебным процедурам он смог вернуться к жизни и даже начал рисовать. Несколько лет назад мужчина перенес инсульт, из-за чего утратил способность передвигаться и пользоваться руками. Но его настойчивость и страсть к жизни помогли ему восстановиться. Сейчас он осваивает рисование и у него неплохо получается. Пока он выражает благодарность жестами, но врачи надеются, что после завершения реабилитации он сможет говорить. В центре на лечении находится 65 пожилых людей. Среди них 45 мужчин и 20 женщин. 13 из них – люди с ограниченными возможностями. Работа с пожилыми людьми требует терпения, внимания и любви. Основные жалобы постояльцев связаны с состоянием здоровья, особенно с сезонными болезнями. Около 30% жителей центра перенесли инсульт. У многих проблемы с уставами. В центре большое внимание уделяется профилактике заболевания, так как даже простой ОРВИ может привести к осложнениям у пожилых людей. Руководство и персонал стараются окружить своих подопечных вниманием и заботой. Сегодня праздничную программу для постояльцев центра подготовили ученики одной из шимкентских школ. День пожилых людей отмечается не только в Шимкенте, но и по всей стране, как знак глубокого уважения к старшему поколению, которое внесло огромный вклад в развитие и процветание нашей страны и воспитало достойное будущее. Уважаемые жители Шимкента и Туркестанской области, дорогие подписчики газет «Рабат» и «Омстак Рабат», приглашаем вас на традиционный день подписчика, который пройдет в четверг, 10 октября 2024 года, в 9.00 утра в здании телекомпании «Отарар» по адресу улица Турикулова, 15. В этот день вы сможете не только оформить подписку на газеты страны, получить подарки от наших спонсоров и поучаствовать в лотерее с ценными призами. Кроме того, за чашкой чая вы сможете обсудить актуальные вопросы и внести свои предложения. А наш эфир продолжит деловой обзор. Не переключайтесь. Агентство регулирования финансовых рынков не будет применять требования по минимальному долгосрочному кредитному рейтингу к банкам, чей контрольный пакет акций принадлежит иностранному государству, и в случае, если между уполномоченными регуляторами стран имеется соглашение об обмене информации. Проект соответствующей поправки размещен на открытых НПА. Объем накопленного долга в области Аббай за 2022-2023 годы превысил 69 миллиардов тенге, из них погашено свыше 16 миллиардов тенге. Об этом сообщает Высшая аудиторская палата. По результатам проверки выяснилось, что в регионе 6 субъектов квази-госсектора не выполняли обязательства по своевременному погашению суммы вознаграждений и основного долга кредита более чем на 224 миллиона тенге. Также аудиторы выявили на трех объектах нарушение бухгалтерского законодательства на сумму свыше 711 миллионов тенге. В целом в области Аббай установлены финансовые нарушения на 1,1 миллиард тенге. Неэффективное использование госсредств и активов на 6,1 миллион тенге. Неэффективное планирование на 143,3 миллиона тенге. Возможные потери и упущенная выгода составили 26 миллионов тенге. По данным Национального банка Республики Казахстан, 1 октября 2024 года, доллар США 471 тенге 19 тен, евро 538 тенге 45 тен, китайский юань 68 тенге 63 тен, российский рубль 5 тенге 18 тен. С 1 октября коллекторы в Казахстане будут работать по-новому, сообщает ЛСМ. Теперь коллекторские агентства должны уведомлять должников об их праве подать заявление на изменение условий оплаты за должности в течение 30 дней после приобретения прав по кредиту. Для обязательств, выкупленных до 1 октября, уведомления должны отправить в период 20 дней. Должник, в свою очередь, может обратиться с заявлением в любое время после получения уведомления. Если документы неполные, коллекторы могут запросить дополнительные данные. После получения всех сведений, обращения казахстанцев рассматриваются в течение 15 дней, затем коллекторы озвучивают свое решение. Также с завтрашнего дня коллекторы смогут менять условия долга в одностороннем порядке на более выгодных условиях. При этом они должны уведомить об этом заемщика, который может отказаться от изменений, отправив заявление в течение 14 дней. Кроме того, коллекторские агентства обязали размещать на своем сайте внутренние правила, которые определяют категории должников и необходимые документы. С 1 по 3 октября проезд лиц, транспортных средств и грузов на автомобильных пунктах пропуска на казахстанско-китайской границе осуществляться не будет, сообщает Комитет госдоходов. В новом маркете «Черемушки» огромный ассортимент продуктов отличного качества из Европы и местных товаропроизводителей. Чаи и конфеты, соусы и специи на любой вкус, колбасы и сыры, молочные продукты и детское питание, большой выбор свежих овощей и фруктов, соки и напитки, кондитерские и хлебобулочные изделия, широкий ассортимент бытовой химии. Маркет «Черемушки» – это высокий стандарт качества и свежести продуктов. Ждем вас по адресу улица Жильтоксан, 20. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Вы смотрите итоговый выпуск новостей. Мы продолжаем. В Туркестане поздравили ветерана образования, педагогу 99 лет. И за свою карьеру она выпустила около 50 классов. Сегодня Гульсум Ибрагимова, заслуженный учитель, находится на заслуженном отдыхе. В День пожилых людей она принимает гостей, выпускников, коллег, родных и нашего корреспондента Шудина Саидова. Ему слово. На этом фото начинающий педагог Гульсим Тажимухамадовна. Снимок сделан 75 лет назад. А на этом молодая учительница со своим классом. Гульсим Апай не без гордости говорит, всю жизнь отдала любимому делу. Люблю своих выпускников. Многих помню в лицо. Люблю свое дело. Сейчас даже скучаю по школе. Но всему свое время. Приятно, что ученики каждый год навещают меня 1 октября. Любите свое дело, дети. В этом ключ к успеху. Двум старшим сыновьям Гульсима Апай по 73 и 65 лет. И несмотря на пенсионный возраст, они с удовольствием продолжают учить детей. Да и сама почетный педагог сидеть без дела не привыкла. По сей день проверяет домашнее задание правнуков. А их у нее 75. На вопрос, в чем же секрет долголетия и профессионального интереса. А Пашка отвечает, любовь к делу. Все дети пошли по моим стопам и даже некоторые внуки. Муж тоже был педагогом. Наше главное правило в семье – всегда учиться. Познавать что-то новое в любом возрасте. В день пожилых почетный педагог принимает поздравления и слова благодарности. А взамен дает наставление – любить детей, любить профессию. Гульсима Апай для нас пример. Она дала путевку в жизнь многим поколениям. Ее выпускники сейчас трудятся в стране и за ее пределами. Мы каждый праздник приходим к ней в гости и стараемся не забывать. В доме Ибрагимовых день пожилых отмечают по-особенному. Они собираются большой дружной семьей и устраивают настоящий праздник. Где возраст уж точно не важен. Тут важны любовь, единство и согласие. В последнее воскресенье сентября, в Международный день туризма, в Туркестанской области состоялась трогательная встреча близких друзей, родных и коллег. Чтобы почтить память двух выдающихся журналистов и краеведов – Алексея Гончарова и Кенеса Исмаилова. На живописном берегу реки Арыс рядом с селом Оймаут прошел сплав, а исполнение бардовских песен стало символом их неизменной любви к творчеству и природе. Все песни, звучавшие на этом берегу, были посвящены Алексею и Кенесу – людям, чья жизнь и работа оставили неизгладимый след в сердцах всех, кто знал их. Посвятили этот фестиваль, не мы, мы все дали. Вернее, этот фестиваль, эту регату, к нашим ушедшим друзьям. Друзьям, которые замечательные журналисты, талантливые краеведы, преданные люди своему делу. Они ушли от нас. Но все равно, вот как сказал Манс, они присутствуют. Я не знаю, у Манса они сидят на деревьях, у меня сидят рядом. Но это были обалденные люди. Они были непростые, сложные, со всеми телепетителями судьбы своей. Но это были настоящие люди, которые любили творчество и были интеллектуалы. Благодаря преданности этих двух замечательных людей, красоте родного края в Южно-Казахстанской области зародились фестивали «Я сердце оставил в горах», сплава на катамаранах, где каждый раз звучат песни, пропитанные духом свободы и искренности. Правый сильно, левый табань, левый табань. Все вперед. Правый стоп. Кинес и Алексей были неразлучными друзьями. Алексей Гончаров ушел в 2018 году. А через год не стало и Кинеса Исмаилова. Но память о них жива в сердцах всех, кто их знал и любил. Марина Гончарова, супруга Алексея, благодарит всех, кто хранит эту память. Это замечательно, когда люди помнят. Шесть лет уже прошло, как его нет. А люди его помнят, вспоминают, посвящают эти вечера, эти дни, эти сплавы его, другу Кинесу, Смаилову и самому Алексею Алексеевичу. Это очень здорово. Это замечательно. Спасибо всем, кто это все организовал и поддерживает эту инициативу до сих пор. Их друзья-музыканты продолжают писать песни в память о них. Альпинисты посвящают свои восхождения, вдохновленные тем вкладом, который Алексей и Кинес вынесли в развитие туризма и любовь к путешествиям. Туризм имеет воспитательное значение, особенно благотворно влияет на нашу молодежь. Эти горные походы, восхождения, сплавы по речкам, они очень обогащают нашу жизнь. Очень познавательно, очень полезно и для здоровья, и для общего развития. Поэтому хочется, чтобы туризм, и лыжный, и горный, и велосипедный, и авто у нас развивался. Это, я думаю, будет очень хорошее дело для нас всех. И это была вся информация к данному часу. Все самые актуальные и интересные новости читайте на сайте Утрарки.езет и не забывайте смотреть наш ютуб-канал. До скорой встречи в эфире. В среду, 2 октября, в Шемкенте малооблачно. Температура воздуха днем плюс 27, ночью 13 тепла. Редактор субтитров А.Семкин